В последнее время очень много дискуссий и дебатов ведется в отношении индивидуальной траектории обучения. На самом деле тут нет ничего сложного и ничего нового. Обратим внимание на этот пример, который убедительно показывает возможности построения индивидуальной траектории. Если в этом курсе переключиться к роли студента, то можно увидеть, что доступность неких элементов недоступна. Доступность определяется условиями выполнения каких-то этапов. Например, вы посмотрели этот ролик и как только вы его просмотрели, появилась метка, что вы его смотрели. И тут же вам стал доступен некий тест или иная учебная активность. Как преподаватель вы можете выставить условия доступа к следующим элементам в зависимости от оценки достижений за этот вид учебной активности. Например, вы получили вот такой результат. Ваш студент имеется в виду. И как только он получил этот результат, ему предлагается дополнительное задание. Например, вот эта игра. Игровой элемент, который не был вообще виден в начале. И он не нужен тем, кто хорошо разбирается в этой теме. После выполнения этой игры, вот это дополнительное задание в игровой форме, он распознает в данном случае цвета. У него появляется метка и у него появляется возможность пройти снова этот тест, который он не прошел с первого раза. Наш обучаемый снова проходит тест, получает новый результат. И если этот результат соответствует неким критериям, которые установил преподаватель, мы видим достижение нового события. У него появилась возможность выполнить следующее задание, в данном случае письменно. Вот и все, дорогие друзья. Вы можете создавать любые условия, любые траектории совершенно спокойно, если вы знаете, что такое условный доступ. Спасибо за внимание. До встречи.